Павлу Грудинину предъявили офшоры Павлу Грудинину предъявили офшоры Экс-кандидат в президенты уверен, что лишился поста из-за оппозиционной деятельности 1. Коммерсанту от 14 февраля 2019 года 23.6. Совет депутатов подмосковного города Видное большинством голосов лишил поста спикера директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина Который был кандидатом КПРФ на президентских выборах в 2018 году, заняв второе место Спикером депутаты выбрали Единороссия Игоря Коршакова Господин Грудинин объяснил твердый знак смену председателя тем, что власти и Единая Россия не заинтересованы в обсуждении острых вопросов, которые он ставил в повестку заседаний Депутаты объяснили его отставку наличием офшоров и иностранных активов Как сообщил твердый знак Павел Грудинин, за его отставку проголосовали 11 депутатов Горсовета из 20 Среди них два бывших члена КПРФ, сейчас беспартийные, а также депутаты от ЛДПР, Справедливой России и Партии Роста Как говорится в аккаунте ВКонтакте Совета депутатов видного, господин Грудинин отправлен в отставку из-за наличия офшоров и иностранных активов Возобновление дела о незаконной передаче земель совхоза имени Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости Разочарование коллега депутатов в его деятельности в качестве председателя Сокрытие реальных доходов при проведении антикоррупционной экспертизы Систематического нарушения регламента Совета депутатов На сайте Горсовета нет информации о смене председателя Однако в разделе Совет депутатов на сайте администрации видного председателем Горсовета уже числится единоросс Игорь Коршаков Павел Грудинин отказался комментировать твердый знак безымянное сообщение в аккаунте Пояснив, что у него есть видеозапись всего заседания Совета, где подобных претензий ему никто не предъявлил «Если бы у меня было бы хоть что-то из того, о чем там какой-то идиот написал, то на выборы президента меня бы никогда не допустили», — подчеркнул господин Грудинин Напомним, на выборах президента в 2018 году выдвинутый КПРФ Павел Грудинин занял второе место, получив 11,77% голосов Председателем Совета депутатов он стал в 2017 году после победы КПРФ и ее сторонников на муниципальных выборах в Видном У председателя городского совета есть возможность формировать повестку дня заседания И чтобы совет не обсуждал острых вопросов, в которых не заинтересована Единая Россия, а также областные власти, председателя поменяли, считает господин Грудинин В качестве примера он привел сегодняшнее заседание, в повестке которого был, например, вопрос о формировании городской избирательной комиссии, которая прежде формировалась властями Ленинского района Коммунисты решили, что городская комиссия должна формироваться городским округом Видное, отметил господин Грудинин Самым острым вопросом было назначение собрания граждан по обсуждению изменений, вносимых в генплан города Видное, подчеркнул господин Грудинин По новым правилам публичные слушания теперь не нужны при планировании застроек, но мы, коммунисты, твердый знак, решили собрать жителей города и обсудить все эти застройки, сказал он Однако депутаты эти вопросы рассматривать не стали, отправив в отставку подготовившего повестку заседания председателя Цель моей отставки в том, чтобы подобными вопросами совет больше не занимался, заключил господин Грудинин Виктор Хамраев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова